Позвольте пригласить на нашу сцену, на сегодняшнюю встречу Гузель Ильинизовну Ахченикову. Зачтите, Гузель Ильинизовна, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Ведь тема питания детей, она очень актуальна. И сегодня ответы на вопросы, как же правильно выставить питание ребенка, они ответят на наш вопрос Гузель Ильинизовна. Встречайте. Доброе утро, друзья. Очень приятно вас видеть раненым субботным морозным утром здесь, где вы хотите что-то послушать, что-то возможно узнать нового. Такое начало приятное, да, я меняю такого сюрпризом. Я хочу пожелать нам всем, чтобы наши дети, внуки были здоровые, счастливые, красивые, активные. И чтобы мы в этом им помогали. Разрешите мне сказать. Меня зовут Гузель Ильинизовна, я диетолог, работаю достаточно давно, со взрослыми, с детьми, с здоровыми, с больными. Мы учим всем, кому интересно техопытание, добро пожаловать, мы можем с вами пообщаться и в сетях, что сейчас абсолютно позволительно всем, в директ, в инстаграме, это может быть электронная почта, любые вопросы. На счет телефона, мы сразу предупреждали, никого не игнорируем, никого не блокируем, но дело в том, что бываю занята и не всегда могу ответить. Если вам очень нужно, пишите, я всегда найдем возможность пообщаться и, соответственно, я всегда у возможности пойду ответить на ваши вопросы. И сегодняшняя лекция. Я достаточно часто сюда прихожу, я думаю, и здесь есть люди, которые уже были на моей лекциях, поэтому всегда стараюсь что-то новое привнести в наши с вами встречи. Прошу за вами, извинитесь, и не буду говорить очень подробно по каким-то темам. Если есть вопросы, мы всегда можем с вами остаться и решить их в индивидуальном порядке. Повторяется не люблю, но дело в том, что питание – это очень-очень такая широкая тема, и, соответственно, за один час очень трудно рассказать все. Тем более, если непонятно для меня, как для лектора, аудитория, слышала ли мои ранние лекции, или все-таки мы с вами встречаемся первый раз. Что я хочу вас попросить? Фотографии делать можно. Я всегда прошу не записывать меня видео. Хорошо, прошу понять. Дело в том, что я к вам приезжу в гости, соответственно, говорю все, что вам интересно, отвечая на ваши вопросы, но видео прошу не снимать. Хорошо? С точки зрения питания. Согласитесь, вы, конечно, такое извлечение, да, с первого впечатления достаточно грубо звучит, да, но всегда представляю с вами цемент. Он всегда такой серый, такой холодный, такой немножечко неприятный, да. Но представьте просто аллегорию. Насколько потом, когда затмотевает этот цемент, насколько долго остается отпечаток. Согласитесь? Это точно извлечение, да? Потому что дети – это наши продолжения. Дети – это наши привычки. Поэтому, когда мы с вами имеем такую радость получить ребенка в нашу с вами семью, начинать воспитывать к себе привычки, который практически с ребенок. Мало того, ребенок уже внутренне трудно развивается таким образом, как мы ему позволяем. То есть мы даем ему свою генетику, свои привычки в том числе, потому что в последнем 3 месяце беременности у нас как раз идет рост жировых клеток, которые могут потом повлиять на всю последующую жизнь нашего ребенка. Как он будет жить? Будет страдать, не страдать? Всю жизнь будет сидеть на диетах? Или будет жить в своем удовольствии и не иметь никаких проблем? С точки зрения основных пищевых проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда мы говорим о детях. Знаете, я достаточно долго практикую, но, конечно, я встречаюсь с детьми не всегда полностью здоровыми. То есть когда есть какие-то проблемы, когда родители видят, что что-то не так, что ребенок уже отличается и по росту, и по весу, возможно, даже по умственному развитию. И в этом случае, конечно, он идет в поликлинику, где находит специалиста. Первый специалист, который встречается с ребенком, это, конечно, педиатр. Поэтому всегда очень хорошо, когда рядом с нами, рядом с вами есть педиатры, которые наблюдают за нашим ребенком. То есть в этом случае он же видит с самого рождения, как он развивается. Соответственно, ростовые показатели, высовые показатели. Поэтому главный врач в жизни ребенка – это все-таки педиатр. В дальнейшем все умы помогают педиатру решить какие-то проблемы. И, соответственно, решить проблемы лучше раньше, чем у нас с вами возникает какой-то диагноз. С чем мы столкнулись? Когда ведется опрос и ребенка, и взрослого, когда он приходит, например, к врачу, ко мне, как диетологу, в этом случае, конечно, очень часто – это все виды нарушений режимного питания. Нет завтраков. Почему нет завтраков? Потому что утром мы встаем тяжело, торопимся, надо быстрее успеять. В бане подли на работу, одного ребенка в садик, другого ребенка в школу. И, соответственно, у нас всегда есть оправдание. Ребенок поедет в школе. Но вы же не видите, что он делает в школе. Нравится ему, не нравится питание. Ест он мне или не ест. С собой берем только иногда какие-то кондитерские изделия или какие-то фрукты. И в этом случае все-таки в начало дня, если в течение часа, как ребенок проводился, ему дают полноценный завтрак, который он с удовольствием ест, не торопясь, это всегда будет хорошее начало дня. То есть эта привычка, она удобна для ребенка и в последующем во взрослой жизни, естественно, она поможет ему сохранять здоровье на полегетеное время. Возможно, вы сейчас знаете информацию о различных периодических голоданиях и так далее. Смотрите, новомодные всякие диеты, они не подходят детям. То есть мы с вами должны отчетливо понимать. Ребенок – это не маленький взрослый. Ребенку нужна всегда дополнительная энергия для того, чтобы он рос. Каждую ночь мы с вами просто спим, отдыхаем, даем возможность нашему организму восстановить какие-то процессы, наученные в течение дня. А ребенок в это время растет. Он создает новые ткани, он создает новые клетки. И поэтому, конечно, тарелка ребенка должна сильно отличаться от тарелки взрослого человека или пожилого человека с точки зрения расхода. Но это у нас на данный момент, конечно, достаточно большая проблема. Быстрая еда. Когда ребенок находится один, без вас, даже если у него нет карманов денег, у него есть друзья. И дело в том, что, вы знаете, очень многие родители иногда вообще не представляют, как ребенок живет без них. Каким образом он доходит, если он один идет, там не. Что он делает в это время? А когда, вот просто иногда пройдитесь по этому пути, пешком сами, как ребенок идет с какого-то, ну, в основном это со школы, конечно. Из детского сада у нас отдельно от родителей дети не возвращаются. И, соответственно, посмотрите, что он видит вокруг. У нас на каждом шагу срушение. Это, возможно, и киоски какие-то, где очень хорошо все выставлено. Но на данный момент пешеводного перехода по моему этому уже нет. Если он по пути зайдет в магазин, соответственно, там тоже все красиво, красивые упаковки, возможно, вкус на запах, да, то есть это готовые блюда, готовые на каждом шагу он встречаются. Это интересно ему? Очень интересно. Он познает мир. Мы с вами можем пройти мимо и то, некоторые не могут отказать себе удовольствия, если вкусный, запах есть. То есть в этом случае воздействие на организм ребенка, оно же прямо сразу мозг имеет в виду запахи, голоса. И, соответственно, желание попробовать, получить удовольствие. А если еще в школе не совсем хорошо день прошел, если кто-то обидел, кто-то толкнул, какое-то замечание, какая-то критика, и в этом случае, конечно, чтобы получить удовлетворение, то есть себя успокоить, ребенок уже учится, что еда это достаточно, как хороший антидепрессант. Сами того не понимаем, в любом случае они будут привыкать есть. Тем более стрессов на данный момент, конечно, намного больше, чем мы с вами испытывали, когда были в этом возрасте. Нет режима. Режима нет даже в тех сфериях, в которых, казалось бы, за детьми очень хорошо присматривают, соответственно, не оставляют их одни. Дело в том, что они очень загружены. Согласитесь, мы так не загружались сами по себе. Да, понятно, жизнь другая, надо максимально дать ребенку развитие, чтобы он все получил, пока у него и возраст такой, когда он все впитывает, все может, ну как, симу может научиться, что потом ему принесет пользу. Это и репетиторы, это какие-то дополнительные кружки, какие-то физические сердца. И в этом случае с одной школы к другую, с другой школы к репетитору. Ребенок приходит домой, по большому счету, иногда в 8-9 часов, так же, как его родители. И в этом случае, хорошо, если у нас с вами по пути есть возможность остановиться, если мы в машине, если у нас есть термоса, то есть если такой уровень загрузки ребенка есть, мы тоже его можем накормить просто. В этом случае надо будет про это подумать. Нужно понять, каким образом это сделать, что приготовить, что предложить, в каких условиях. И, соответственно, в любом случае, это должна быть теплая пища. Режим иногда, и даже, я скажу, не иногда, очень часто зависит именно от родителей. То есть мы с вами завтра пропустили, какой-то прием вещи может быть слишком поздний, за это время ребенок может вообще потерять аппетит, соответственно, если он боится, и если у него какое-то ответственное соревнование или выступление, он может вообще забыть, что ему нужно поесть. Но об этом можно говорить долго. Много простых углеводов и газированных напитков. Вы это сами, наверное, чувствуете, да? И иногда... Ну, у меня на данный момент есть пациенты 30-35 лет, которые не пьют алкоголь, которые, казалось бы, не слишком едят сладкого, но абсолютно зависимы от колы, пипси-колы, то есть вот от этих напитков, которые имеют кофе. В этом случае, опять же, человек понимает, это вкусно, это интересно, это газовые пузырьки. Все представили, да, когда мы делаем глоток, нам интересно. Нам не только вкусно на языке, нам интересно это глотать, нам интересно это ощущать. Представляете, как это интересно ребенку? Я никогда не говорю, что нужно что-то запретить насоседом. Но дело в том, что если такое питание становится ежеменним, постоянно, естественно, проблемы у нас набираются иногда в 18-20 лет, мы уже имеем сахарный диабет, к сожалению, второго типа. Вы знаете, сахарный диабет первого типа это в основном считается аутоиммунным заболеванием. Да, у нас дети болеют, это раннее проявление, но второй тип, это все-таки взрослые изменения. Вот представьте, можно сказать, что у нас ребенок стареет уже в детстве, если мы его неправильно кормим. Иногда это незаметно визуально, иногда это заметно, когда мы делаем чекабли, то есть анализом, проверяем, а тем более, если у нас генетика какая-то напряженная, если у нас по родственным связям есть такие заболевания, в этом случае нужно быть особенно осторожным. С точки зрения простых углеводов, я думаю, понятно, это все, что сладкое, простое, это сладкое, это вкусное, что ребенок очень, ну как, к нему очень быстро привыкают. У меня, например, свой пример есть, я диетолог, я врач, соответственно, у меня до 3 лет ребенок, естественно, конфеты не видел. От него не прятали, просто он не ел их. Даже если пробовал, ему было невкусно, это было приторно. Когда приезжали к бабушке, одна из бабушек, она всегда переживала, как же так, как ребенок будет развиваться? Он не будет умным, ему не хватает, не будет хватать сахара. Вы знаете, как интересно, я потом вам рассказывала, естественно, это было без меня, когда меня нет. А, соответственно, ребенку прилагалось, он выплевал, ему еще один раз, врачик, пожалуйста, еще попробую, он еще раз выплевал, второй, третий, четвертый раз, ну естественно, намучение. А как не научать-то? Язык-то он такой же, он же привлекает, соответственно, головной мозг, сигнал, это вкусно, это расслабление. То есть в этом случае это все медленно приобретается, вредные привычки, так называемые, да, но дело в том, что в последующем еще дольше нужно от них отвлекать. Вы не представляете, насколько много сил тратится, когда приходят, например, с семьями, это мама или папа, или бабушка, дедушка с ребенком. В этом случае сначала нужно это разделять. Надо разговаривать с взрослым человеком, А тем более, когда уже ребенок с мамой достаточный возраст 10-12 лет, и когда начинаются споры прямо в кабинете. А ты это ешь, а ты это тоже ешь, а почему тебе нужно, ну и так далее, да? И в этом случае, видите, ребенок, это наше с вами произведение, да? И в этом случае все-таки нужно понимать ответственность наша. Нельзя говорить, а он ничего не ест. Всегда нужно научить ребенка. Но немножко забегу вперед, основные проблемы, которые на данный момент я вижу в питании детей, это абсолютно неприятие. Рыбы, не умеем есть, не умеем готовить, сами не едим, дети не едят. И в этом случае с точки зрения головного мозга, помните, я сегодня об этом буду говорить, омега-3, атакозогексоэнная кислота. То есть омега-3 именно не экоза, а атакозогексоэнная. Это как раз тот компонент, который нужен в детском возрасте. В детском возрасте формируется нейронная связь. Вы знаете, да, ребенок рождается, у него 100 миллиардов нейронов. Не все они будут работать. Как мы будем развивать? Естественно, это и развитие с точки зрения знаний, но чтобы у нас знания выкладывались в голове, чтобы у нас нейроны между собой связывались, что нам нужно? Нам нужно питание для головного мозга, а помните, мозг это все-таки жирный холестерин. И в этом случае нужно понимать, если мы чего-то не едим, но, опять же, об этом можно говорить долго, и овощи. Вот это вообще большая проблема. С точки зрения, опять же, если мы либо не едим, да, другим боком мы можем заменить, а у него три мы будем пить в таблетках. Что делать? В любом случае мы замену найдем. А с точки зрения овощей, дело в том, что мы в таком маленьком возрасте мы не можем заменить овощи просто таблетками, крючатками. И достаточно опасная вещь. Кишечник еще не развит. Представьте, в пять лет ребенок не ест овощи, и вдруг ему дают крить шарку в таблетки. Вдруг он забыл воду попить. Вместо того, чтобы получить добро, ну что получим? Мы получим запор. И, соответственно, это очень больно. А в детском возрасте в незащищенном кишечнике может произойти очень много всяких проблем, но мы об этом, наверное, сегодня не будем говорить. С овощей, например, вы знаете, общая большая проблема, потому что у меня сейчас наблюдение детей. 12, да? И дело в том, что из них 8 человек не ест хрома помидоров, огурцов, ничего. Травки не можем предложить ребенку. А если мы начинаем говорить про капусту, про кабачок, тыкову, про боми, про стульском фасоле, цветную, капусту, брокколи и так далее, это полная катастрофа. Но опять же, в этих случаях у нас получается, да? Мы просто с вами учимся делать рис из цветной капусты. Мы брокколи, ну как, прячем, ну это не совсем честное слово, но иногда так и нужно делать, да? И кабачки прячем, как и готов. Мы кабачки кладем вместо картофеля. В этом случае, если мы с вами будем желать и хотеть изменить, правильно мы всегда с вами изменим. С точки зрения переедания. Переедание, это такая вещь, это не всегда воспитанное, да, с точки зрения пищеварного поведения. Иногда это и генетическая проблема. Потому что переедание играет роль, каким образом у нас сформирован ген ФТО. Ген ФТО отвечает за насыщение. Если в нем генпалиморфизм, то есть мутация, если грубо сказать, человек ест, он понимает, что он сыт. То есть сигнал желудочно-кишечного тракта приходит сразу в головной мозг и человек понимает, что он сыт. Если есть мутации в одном алире или в двух алире, в этом случае этот сигнал приходит позже. И этот человек, у которого есть изменения в этом гене, он всегда будет переедать. И в этом случае, если мы это знаем, и это мы можем узнать, когда генетический анализ мы можем сделать, это мы можем узнать, когда у нас есть привычки. То есть мы оцениваем, каким образом мы используем порцию. Если членский струн, насколько часто мы к нему приходим. берем у него добавку. Или ребенок вот съест быстро, соответственно, потом опять хочет есть ту же самую порцию, а после еды он рядом. Что мы едой с вами приносим? Едой мы приносим энергии, правильно? Если мы поели, дальше, что мы должны делать? Мы должны хотеть что-то делать. Мы не должны спать. Если мы поели с вами таким образом, что после еды нам становится тяжело, хочется полежать, хочется спать, значит, что мы сделали? Мы переели. Это первое, да? Второе, это мы съели с вами слишком много простых углевых. Дело в том, что мы съели столько всего, что организм все свои силы тратит на то, чтобы переварить. И в этом случае, естественно, этот человек, он всегда будет иметь лишнее количество килограммов. Хорошо, если килограммы будут расти в мышцах, но если человек таким образом есть, вряд ли он немного двигается, потому что после такой еды ему хочется все-таки не бежать куда-то, не делать что-то, не умыть, не совершать, какие-то подруги ему хочется отдохнуть. Отсутствие аппетита это абсолютно дегидравия противоположная проблема переедания. Такие дети тоже есть. И в этом случае, видите, отсутствие аппетита это больше такое простое излечение. Я как-то рассказывала про аналексию, про булимию, да? Отсутствие аппетита в детском возрасте, в маленьком возрасте может сформироваться тогда, когда ребенка кормят не сильно. То есть он боится еду, он не хочет. Или какой-то продукт, который он ему предлагает, ему с первого раза требует, чтобы он это съел. Потому что он это сделает, и это тоже обязан делать. Последствии он начинает бояться. Это один процесс. С точки зрения отсутствия аппетита еще, это может быть какой-то фильм, какой-то разговор подслушанный взрослых, когда говорят, что масса – это плохо, какой-то продукт, он опасный, там мы получаем какие-то вредные вещества. И в этом случае, ребенок опять же начинает бояться, есть какой-то продукт. Очень много отказываются на данный момент, 11-12 лет, девочке, например, у меня 3 пациента таких, которые отказываются от нас полностью. Они хотят быть вегетарианцами. И вот здесь, знаете, нужно понять, с чем это связано. Когда, например, разговариваешь с ребенком, понимаешь, почему. Может быть, это не с первого раза получается, потому что, видите, нужно время, чтобы с человеком подружиться, с ребенком, и, соответственно, по следующему понять, почему отказ. Возможно, какой-то фильм, возможно, он видел, как происходит процесс, ну, как, когда он животных на мясо перерабатывает, да, или какие-то разговоры, или вдруг какой-то любимый герой прочитал про него, и, соответственно, ребенок узнал, что он вегетарианец. И в этом случае нужно понять, это или такое отношение, как вы все равно послышали, да, есть дети такие очень ответственные из-за природы, они понимают, с чем это связано. То есть нужно понять, это из головы идет, или просто какой-то страх. То есть, понятие, не понятие. Если ребенок абсолютно, у вегетарианцев рожденный, он хочет быть вегетарианцем, а родители не против, если мы анализы проверяем, и там все нормально, с точки зрения железа или различных химических компонентов, которые необходимы ребенку, и только мы можем взять из животного продукта, в этом случае, естественно, я могу сказать, ладно. Если я вижу угрозу какую-то, я объясняю, что этому ребенку скорее всего, не подходит это питание. Возможно, когда он станет взрослым в 18-20-25 лет, он примет решение. Ну и то, приходят взрослые люди, которые вегетарианство решаются в 30-40 лет, почему-то резко, да, и в этом случае, когда смотришь впереди, помните, это запас железа. Норма должна быть где-то от не менее 30 лет, приходит 5 и 10. Эти люди не имеют памяти, они сами понимают, что у них память есть, у них голова кружится, они даже продолжают есть таким образом. Но ведь это и дети, такие у него могут быть, да? Поэтому, видите, отсутствие ретита, оно может грозить очень серьезными проблемами у ребенка. Дефициты. Дефициты у нас у всех есть. Вот на данный момент, конечно, большая половина аудитории, скорее всего, знают разные сайты, естественно, в аптеках, мы покупаем с вами витамины, за витаминами следим, правильно? Не все эти новые анализы, но витамины мы пьем, по крайней мере, об этом много говорят. Это хорошо, тем более, если рядом с вами есть врач, который визуально может на вас посмотреть и, соответственно, может предупредить что-то, да, нужно понять, чего не хватает. Если уж анализы делаем, тогда там все ясно, понятно становится. Но дело в том, что у ребенка можно это проглядеть. Вы знаете, есть в семье, когда ребенок приходит и мы растяжки видим вместе с родителями или вместе с бабушкой. То есть ребенок очень быстро растет. Иногда это приносит радость, визуальную, да, то есть полненький такой, ее разово щеки, это хорошо. Но когда раздеваешь ребенка, там уже стрели, ну, женщины знают, что такое. А если у нас подкожный жир растет так быстро, что кожа не успевает растянуться и, соответственно, она рвется, в этом случае нужно уже понимать, что тут что-то происходит не так в этом деле, да, и, соответственно, естественно, первое, с чем мы начинаем, мы больше ничего не знаем. Анализы мусофеи, тем более анализы, это достаточно больная процедура, и я всегда решаю, когда это нужно сделать, чтобы ребенка не напугать. Сначала мы просто едой можем поговорить и понять, что нужно немножечко убрать, что-то добавить, а что-то может изменить. На этом, наверное, я остановлюсь, потому что про это можно говорить опять достаточно долго. Вредный перекус. Это что-то быстро положить в рот, это вкусно и интересное. Но это тоже похоже на фасоль, да, но и дома у нас такое бывает, да. Если у вас на столе всегда лежат, в доступности такой, визуально, да, я не скажу, что это нужно прятать, но в любом случае, если вы всегда на столе, мимоходом, когда ребенок пойдет чай попить, там есть орешки, там есть какие-нибудь конфетки, это может быть леденцы, это может быть шоколадные конфеты, это может быть фафельки, печеньки и так далее, даже если хлеб просто такой же. А ребенку клевода нужно, например, кому-то ограничено, в этом случае, мимоходом проходя, и взрослый человек может что-то взять и в рот положить. Это делается рефлекторно. Глаза видят, голова хочет, и, соответственно, вместо того, чтобы воды попить, иногда, даже вы можете себя на этом поймать, мы хотим воду пить, и организм думает, что он есть хочет. И, соответственно, какой-то продукт мы уже едим. А если мы это делаем часто, а если мы это делаем уже с детского возраста, чем чаще едим, тем больше мы просим с него. На каждую еду поджелудочная железа должна выбросить инсулин. Это же понятно? Мы же должны переработать еду, которую мы с вами получили. Инсулин этим не занимается, то есть гормоном метаболического одиночества, он занимается любым приемом пищи. И когда мы прием молоко, не забывайте, молоко тоже еда. На воду инсулин может не реагировать, на молоко он обязательно будет реагировать. Если мы часто едим, если это у нас 6-8 приемов пищи, и если они все состоят из углеводов, из быстрых каких-то перекосов, или фастфуда, который предлагает, например, какие-то сетевые кафешки, в этом случае у нас инсулин-то надолго хватит? Нет, конечно. Инсулина в последующем наша организм будет защищаться от инсулина. Инсулино-резистентность, вы, наверное, это слышали. Достаточно серьезная проблема в наше время. Единственное, что на этом, если остановиться долго, это прямо объяснять надо схемой. Если вы захотите такую встречу, вы, пожалуйста, оставьте вопросы. Если нам такое нужно, мы с вами будем тогда не слишком смотреть на слайды, а, соответственно, будем рисовать и понимать, каким образом мы сахар получаем, как редко на это отзывается, и когда она закрывает уже свои двери для сахара, тогда у нас уже начинается инсулино-резистентность, а если у нас инсулина много, то через 10 лет у нас может быть сахарный диабет. И имейте в виду, есть в возрастном состоянии инсулино-резистентность и тут же показатель скорения. Есть такие опросники, если захотите, в последующем я вам дам набраться вопросов от лечения и видим. Иногда в 30 лет мы можем быть как 50-летние. Если у нас какие-то есть изменения, если у нас есть повышенный вес, соответственно, какие-то заболевания, в этом случае нужно понять, что здоровье наше, оно в наших руках по большому счету. И вот ребенка нужно таким образом воспитывать, то есть ответственность наша и его вместе. Торопливость во время еды. Но мы с вами так же, понимаете, быстро-быстро-быстро-быстро. А смотрите, жевать надо, надо обязательно. Для чего нам зубы, для чего нам слюну и железы? Это дело в том, что вот эти углеводы, которые мы в большем количестве поедаем, они начинают перевариваться уже во рту. Когда мы с нами живем, когда мы смачиваем пищу слюной, и соответственно, ферменты для углеводов у нас уже присутствуют в ртовой полости. Если вы правильно с вами медленно прожевали и поглотили, этот пищевой комок будет правильно обрабатываться сольной кислотой в желудке, пенсином также. Соответственно, в последующем желчными кислотами и ферментами поджелудочной железы 12-й перстной кишки. И в этом случае мы не повредим работу желудочно-кишечного тракта. А если мы постоянно рушаем, быстро-быстро, кусочки, в последующем мы даже это не замечаем, но кличка может быть сдувучая желота, и соответственно, может быть последующая боль, а иногда может быть и изжога, если мы с вами проглотили на ходу что-нибудь не было. Гурманство. Вы знаете, вот это тоже интересная вещь, я вам даже пример приведу. Гурманство. У ваших детей есть гурманство? У меня иногда дети приходят, у них пищевый дневник, как в ресторан. И на самом деле есть некоторые родители, которые начинают день со шведского стана. Это хорошо, с одной стороны, есть возможность, да, мы будем завидовать этому, пусть это будет. Но дело в том, что, вспомните себя на шведском стале, шведский стол не для того, чтобы все съесть, что приложено. Это не для этого создавалось. Это создавалось для того, чтобы не работали офисы, и курицу, и рыбу, и так далее. Организм там такой, он не любит такую смесь. И в этом случае я всегда говорю, примерно представьте, вот все это видро сложить, что на селе, и перемешать. И представить, что будет делать организм. Сейчас я вам попробую найти пищевый дневник. Одно, это мальчик. Свою сторону. Это, конечно, составлять меню детям сложно, но всегда учитываем, что он ест, не ест. один из них пишет ребенок, он 12 лет, мальчик. Очень гурманистый, очень любит покушать. Завтрак, пельмени, со сметаной. Обед, пирожок с капустой, и пирожок с мясом. Ужин, стейк, прожарки, медиум, па, и так далее, да, ужин, там, чебарчики, и так далее. Ну, в общем, очень интересное меню составляется, вот это меню, эти пищевые рационы, интересно, с маленького возраста мы уже так балуем рецепторы ребенка, что обычный кусок мяса никогда не будет казаться вкусным, правильно? Потому что любой стейк, он все равно, там добавляется масло, там есть вот эта поджарка, корочка, а эта корочка, это ароматические циклические углеводороды, это канцероген, по большому счету. Да, если это мясо, мы сидим с большим количеством овощей, где есть В-9, где витамин С, где антиоксиданты, здесь все равно остановлюсь, все, что полезно для организма, для того, чтобы он долго жил, находится в растениях, в ягодах, но никак не в мясе. Мясо дает нам немножко другое, да, но если такое сочетание есть, это не опасно, если это бывает, ну, раз в неделю, раз в две недели. Но дело в том, что маленькому ребенку зачем нужна корочка? Эту корочку трудно переварить, и этот кусок мяса у нас может лежать 5-6 часов в желудке. А если ребенок это на ужин съел, и, соответственно, салат он не закусил, это просто мясо, он ложится спать в его желудке, вместе с ним в спинку сух мяса. Он не может перевариться быстро, и, соответственно, последующим. Знаете, здесь показатель, утром встаете, посмотрите язык, свой, и вашего ребенка, пока вы не попили воду, пока вы не почистили зубы. Если он обложен большим количеством налета, какой цвет, поэтому мы с гастроэнтерологами можем много описать, как вы себя ведете, и что у нас в желудке происходит, и так дальше в кишечнике. Соответственно, если язык опушин, то есть если следы, следы есть от зубов, в этом случае тоже показатель неправильного пищевого поведения, то есть по завлеченному кусок, естественно, нельзя есть. Не то, что маленькому ребенку, взрослому в том числе. Как привлечь человека, ребенка к здоровому питанию? Естественно, первое – это дома. Здесь мы можем много оправданий себе находить. Это я много слышала на приемах, я никого не осуждаю никогда. Я понимаю, что мы с вами работаем долго, упорно, мы зарабатываем деньги, опять же, дающим ребенку, чтобы обеспечить счастливое будущее. Но если мы теряем время, если мы с ним вместе лягуши, я объясняю, если мы ему позволяем есть в восходе, в этом случае эти деньги никому никогда помощи не приносят. Правильно? Поэтому правильная организация – это наша с вами еда. Ребенок не может есть отдельно. Всегда, например, себе там делают одно, а ребенку говорят, а тебе нельзя есть что-то то-то. У меня были примеры, когда, знаете, взрослый мужчина достаточно такой крутой наружности, девочка страдала, у нее оживление было второй с плюсом степени, ей нельзя было какие-то продукты есть. Если у нас ребенок должен отказаться от чего-либо по какому-то заболеванию, в этом случае дома не должно искушения быть. А здесь была обратная ситуация. Не то, что там искушали, там, продукт где-то лежал, который ребенок уже взрослый мог и не взять. Дело в том, что прямо перед ней ели и нахваливали. А вот видишь, как мне хорошо, тебе нельзя, мне можно. А в этом случае даже взрослая психика, да, взрослый человек может обидеться, страдать, а ребенок тем более страдает. Условия в семье должны быть созданы так, чтобы было ребенку хорошо. Взрослый человек найдет, когда и чем себя уложить себя. Эмоциональная атмосфера застала очень важна. И здесь вы тоже замечаете за своим поведением. Очень редко, когда семья есть вместе. У кого-то еще работа не закончилась, кто-то уже поел, кто-то еще не успевает, у него дела. То есть в этом случае один зашел на кухню, второй, третий и так далее. Это одно. Иногда, когда мы вместе садимся, мы начинаем разговаривать про неприятные вещи. Вот за едой про неприятности нельзя говорить. В любом случае. Как бы ни было нам сложным, мы говорим про хорошее. Если в школе двойка, не надо ее обсуждать за столом. Но какое будет настроение у ребенка, согласитесь? В голове соответственно стресс. Один ребенок может вообще перестать есть, потому что он будет плакать. В этом состоянии вообще человека нельзя заставлять есть абсолютно. То есть эмоциональная атмосфера, это понятно. Дальше уже буду продолжать. Игра в героя. Игра в героя очень помогает, когда он с маленьким ребенком. Когда он будет в детский сад, а кстати, такие пациенты у меня все чаще появляются. К сожалению, им трудно помочь диетологу, потому что со своей едой садик не ходит. Правильно? Что дает, то едим. Но в этом случае мы можем научиться есть то, что не научили ребенка есть уже где-то с двух лет. Здесь остановлюсь на том, ребенок до двух лет еще, знаете, может есть все что угодно. А вот с двух лет у него начинается. Это люблю, это не люблю, это не дай, это не дай. Вот когда это начинается, вот тогда уже нужно предлагать разнообразные продукты. Если мы замечаем, что от группы продуктов ребенок отказывается, на это нужно обратить внимание, показывать пример. Игра в героя, когда маленькому ребенку рассказывают, например, давайте в Телерона, мальчик хочет быть космонавтом, не хочет есть овощи. Тоже же можно, да, помидорку тебя, огурец. А если в космосе находишься, нужно овощи. То есть придумывать игры нормальные, это не обман на самом деле, это просто мотивация ребенка. Или какой-то у него мультяшник, какой-то классный герой. Или там девочек, вот эта вот Маша, они далека, когда мой ребенок рос, Маши еще не было, а внуков я еще жду. В этом случае, если Маша, если она красивая, если она такая бойкая, если девочка любит эту Машу смотреть, или мальчик, в этом случае, будешь таким же активным, таким же смелым, сильным. В этом случае, всегда можно найти общий язык с ребенком. Иногда, к сожалению, с ребенком находят общий язык, доктор, но почему-то не родители. Очень часто в начале приемов у нас начинается взаимное обвинение, да, ребенка и мамы, тем более, если ребенок все-таки взрослый. Но вы знаете, у меня сейчас есть пациентка в 7 лет, послушаем, мне говорят правду, маме правду не всегда говорят. То есть, дома есть взрослые люди, да, конфеты на столе не находятся, но конфеты лежат, потому что есть подросток, другой ребенок, совершенно другой, генетический. Этот ребенок не рассказывает, вот он очень захотел, он там-то, там-то в законферке. Мы с ним разговариваем, а мама-то он боится, правильно? В этом случае, если у нас есть страх, то если страх есть, у нас правды не будет. И в этом случае всегда. Мы сначала начинаем дружить с ребенком, не ругаем его вместе. То есть, то, что он делает, это уже наша с вами проблема, да, это мы его упустили и не начали кормить с раннего возраста и, скорее всего, сами не ели. Вместе готовим. Легко? По-моему, легко. Ну, по крайней мере, субботу, воскресенье, да? Мы можем посмотреть, а в течение недели мы можем поесть с обычной едой, мы можем дождик, каждый день себе делать праздник, да? Есть красную икру, черную икру, мороженое, пирожное и так далее. Но субботу, и воскресенье всегда могут быть выходные. Здесь мы, опять же, выбираем, если ребенок здоровый, если у него нет агруса по сахту на диабету, мы можем ему и сахар позволить, мы можем новую королевскую матрушку сделать, мы можем какое-то печенье сделать, или, если какой-то праздник, соответственно, праздничное меню. Но праздничное меню ребенка не должно состоять из шашлыков. Вот я просто перечисляю то, что бывает в 7-6 классе. Шашлык, куриные кавилочки, они острые всегда бывают, картофель фри, это китайские, роллы, напитки, коктейли, которые сливаются с миксером, с мороженым и так далее. То есть, один рацион, то, что перечислили, это было за один раз. Но это тяжело, в любом случае можно что-то придумать, что да, эти продукты могут быть. Вы знаете, некоторые сетевые вот эти фасходовские компании, я даже разрешаю водить, если рядом ничего нет. Если у нас с вами в чужой городе, у нас ничего нет, мы можем там. Есть компания, которая предлагает хорошую тарелку салата. Если мы салат поедим и после салата, пусть даже это будет какой-то бутерброд или пирожок, этот салат не позволит этим углеводам быстро сосаться, поднять сахар и, соответственно, выделение инсулины в последующую проблему. Видите, вот сочетанием еды можно контролировать то, что у нас происходит в организме. Если ребенок любит десерт, если вы видите, он что-то переедает, вы просто сначала в течение недели посмотрите, когда он не вылез. Если он ест место еды, перед едой, это нехорошо. Вы сначала его не травите, то есть в любом случае привычек. Не надо запрещать, если ты это поешь, потом тебе это дадут. Это тоже немножко по-другому потом влияет психологически. Здесь просто основная еда это основа, а в последующем у нас уже десерт, потому что так принято. Правильно? Мы же едим сначала суп, а потом конфетку. Но уже не наоборот. После конфетки вряд ли кому-то суп захочет. И почему? Быстрая энергия, быстро мы ее получили, мы также ее быстрее, конечно, потеряем, но в последующем организм-то понимает, что ему дали еду. Он не хочет это все есть. С точки зрения вместе готовим, так разнообразной еды, добавления любимых продуктов овощей каши. Овощей каши это нелюбимая еда. Ну, по крайней мере, мой пациент, это на данный момент. Каши не любят, овощи не любят. Вы знаете, бутерброды едят, колбаску едят, иногда суп едят, но чтобы там была только лапша, и чтобы ни морковки, ни губки, ничего не было. Соответственно, что мы делаем? Котлеты добавляем овощи. Мы можем с вами жареную картошку иногда в жареную картошку превратить в запеченную кальрабель. Просто мы с вами еще не знаем, не хотим знать, что можно делать. Если ребенку можно картофель, мы картофель ему даем. В этом случае я всегда говорю, нужно делать фастфуд дома. Пусть он будет домашний. Вы всегда будете регулировать качество ибурка, качество ибурки, и, соответственно, какой-то листик, и огурец, и так далее. В этом случае будет правильный. И ребенок никогда не будет. Если дома у него конечная еда, он, конечно, будет хотеть куда-то пойти, где весело, где интересно, где музыка, и где вкусный запах. С точки зрения интересной подачи. Но это тоже влияние оказывает, потому что вчера у меня была пациентка, двое детей. Один ребенок ест не останавливает, другой ребенок перестал ест. И в этом случае вот тот, который перестал, мы поговорили, соответственно, красивая сервировка. Как ресторан. Как ресторан. Ну, не ресторан, да? Почему? Потому что дома это всегда... Ну, я считаю, что более здоровая еда. Да, мы в общий вид можем идти, но он же не каждый день. Правильно? Если вы будете постоянно покупать еду, как вы думаете, это все-таки продукт на журнале, да? Дело в том, что туда и работа, и качественные продукты это надо продать и получить прибыль. Дома вы всегда выбираете. Очень хорошо куда-то пойти, когда не хочется готовить, но это не каждый день. Ну, по крайней мере, я могу ошибаться, если есть люди, которые против, можете высказаться, мы можем посмотреть. С точки зрения настойчивого введения новых продуктов, знаете, это вот детская возрасть. В моей практике есть дети, которые некоторые продукты вообще не едят с детства. Почему? Потому что у них есть диагнозы. Они воспитываются нормально, они счастливые, просто за столом со всеми вместе не могут сидеть. Они об этом знают. Да, немножко изменения в психике бывают, да, но в этом случае если мы что-то упускаем. Дело в том, что мы не должны заставлять, но предлагать один, второй, третий раз мы можем. Помните, мой пример, шоколадка из конфетки, да? Но дело в том, что здесь, конечно, более тяжело, то, что к этому продукту привыкнуть быстро можно, это как наркотик на самом деле, а с точки зрения овощей это тяжелее. Но опять же, нужно это делать, потому что без овощей у нас, опять же, здоровья не получается, потому что кишечник слышали, наверное, сейчас его называют вторым мозгом. У нас в кишечнике живут хорошие и не очень хорошие бактерии, хороших всегда должно быть больше, и если их больше, у нас всегда настроение хорошее и голова не болит. Если в кишечнике проблема у нас, голова как в тумане, у нас нервы ясно сознание, некоторые из вас, наверное, это иногда ощущают. Очень хорошо, когда мы утром с вами встаем, открываем глаза, у нас есть настроение, у нас не только ничего не болит, у нас есть желание что-то делать, классно, какая бы погода ни была за окном. Правильно исполнять капризы, об этом уже останавливалась, да? То есть в этом случае, что любит ребенок, мы делаем дома, и, соответственно, это всегда будет более здоровее. Не миг питания, он очень сильно контролирует даже ребенка. У взрослых, когда начинают писать, он уже понимает, что что-то не то. Ребенку это интересно, это в виде игры. Видите, у меня дети пишут прямо мне в печатном виде иногда, бывает просто фотографируются поедневники. Соответственно, это их обязанность, это их ответственные питания, мы с вами их учим. То есть то, что он поел, значит, он формирует свое тело, значит, у него будет такое-то здоровье. С точки зрения изучения здорового образа жизни и правильного питания, да, по-моему, это и понятно. Если мы с вами и это знаем, мы своему ребенку уже расскажем, что мы берем с вами с мяса, почему нам нужны овощи, что мы берем с апельсина, что мы берем с конфетки, и как часто мы ее можем есть. Ваши привычки это, естественно, привычки вашего ребенка. С точки зрения здесь опять же можно вспомнить, какой след оставим мы на ребенке, да. С точки зрения особых пищевых и счастья. Знаете, вот это просто очень неподробно. Я на лекции как-то останавливалась, очень подробно говорила, каким образом мы ребенка питаем, что очень важно с первого же года, с самого рождения учитывать те компоненты, которые нужны для правильного развития ребенка. В этом случае мы первое обязательное вело. Кистидин я почему выделила? Кистидин незаменимый аминокислота только для ребенка. Я взрослого слова уже не незаменимый. Поэтому, если мы с вами уже в маленьком возрасте тем не опасен, что как дети иногда не хотят жевать, с этим тоже нами сталкивались, очень удобно поесть манную кашу, очень удобно что-то вкусненькое попить, что не живется. Бывают такие ленивые детки, которые не хотят жевать. В этом случае если у ребенка мало, соответственно, у нас все меняется вакансий зебелок. Это основной поставщик материала. Это строительные кирпички. Соответственно, без него жир невозможно и зебелком мы у ребенка всегда следим. Омега-3 уже останавливалась. Омега-3 здесь есть растительное происхождение и животное происхождение. Ребенку особенно важно из злобива жира взять до кузы кексиальную кислоту. Если вы выбираете какие-то добавки, которые есть на председанном сайте, в этом случае вы смотрите, у детей всегда до козы кексиальной кислоты должно быть больше, чем икоза бенталена. Вот икоза бенталена, и бг, они всегда ввечены буквами. Экб, икоза бенталена, икоза бенталена. Примера нет, чтобы наглядно посмотреть. Наглядно. И потом придете, а я не пишу. Дело в том, что смотрите, когда вы берете любой рубежик, в составе должно быть написано Омега-3, скобочка, как раз ДГП до козы кексиальной кислоты, ДПК плюс ЭПК икоза бенталена. Вот именно эти две жирные, ненасыщенные жирные кислоты, это как раз есть Омега-3. Вот эти две Омега-3, которые находятся в ленте. И нам нужно с вами именно ее получить, а не просто жир какой-то, где Омега-3 нет. Понятно? То есть кассу может для взрослого содержать один грамм, то есть тысячу миллиграмм вещества, а в этом веществе может вот этих Омега-3 быть всего двадцать процентов. А может быть сто процентов. То есть от этого зависит. То есть стоимость, в этом случае, когда говорят, ой, как хорошо, рубежик купил и дешево, надо посмотреть, что мы купили. И потом, а у детей всегда, и здесь видите, вот ДГП это очень хорошо для мозга. Если вы чувствуете, у вас память, или у вас работа связана, с запоминанием, и так далее, вот до козы гексалена нужно больше. И детям тоже. Если у нас какие-то воспалительные заболевания, если у нас есть угрозы там по артритам, если у нас сэр, активный бюрок высокий, в этом случае мы выбираем где ЭПГ больше. Иногда, в любом случае, всегда три к одному, или два, три к двум. Смотрите, вот это уже врачебные вещи, да, лучше всегда индивидуально. Каждому человеку все нужно подбирать индивидуально. У нас все разное с вами. И вот очень часто же, да, ты что-то пропел, а давай-ка ты тоже попробуй. Иногда то, что ты советуешь другому человеку, принесет абсолютно вред даже. Ладно, если ничего не повредить, но иногда это бывает вредно. С точки зрения железа, для ребенка это очень важная вещь. Почему? Потому что это у нас геноглобин, правильно? Железо – это основной фактор, который отвечает за переноски своего рода в нашем организме. Наши клетки должны дышать, должны есть, должны пить воду, и из них должны выходить какие-то продукты жизнедеятельности. Железо – это основной компонент. У ребенка железо должно быть. Где мы его берем? Конечно, не из растений. Да, в растениях оно есть, но в любом случае, железо – это животный продукт. И когда генетический анализ мы делаем, в этом случае, есть подборка генов четырех, когда мы говорим человеку, вот у вас гены таким образом определены, есть мутации или нет мутации, вам можно быть вегетарианцем полным, кому-то нельзя быть вегетарианцем вообще, а кому-то можно, но только оставив и брать красное мясо, оставив рыбу и все улучшено. С точки зрения железа для взрослого, ферритин мы смотрим ментинду женщин, особенно, которые планируют беременность или с возраста. После сорока ферритин нужно обязательно смотреть. Потому что, когда железа мало, у нас с вами химический баланс в организме нарушается, и гипоксия внутри – это всегда розы нехороших, некачественных клеток. В этом случае клетки неправильные, они могут быть больными, а если больнее создают себе подобных, в этом случае у нас заболевание очень быстро развивается. В9 – это как раз тот витамин, которые необходимы. Для развития хорошего головного мозга, вы знаете, фолиевая кислота в определенной форме, обязательно нужна, так же, как и отчистые препараты, при планировании беременности. Потому что, если прямо в зачатии этого не хватает, то у нас у ребенка могут быть проблемы именно с нервной системой. и йог – понятно, работающий, то есть даже не обязан быть йогом, все очень хорошие. Минерал кальций – основа, мы растем, витамин Д также. То есть про это, опять же, нужно говорить часами, в любом случае. Ребенок – это очень ответственная такая вещь, потому что то, что закладывается в детстве, очень трудно потом изменить во взрослом состоянии. То есть то здоровье, которое мы закладываем до 10-15 лет, потом отражается на общих положительных жизни абсолютно. С точки зрения основы, ну, мы с вами об этом уже говорили, да? Видите, разница у нас с вами. У детей 15% энергии должно идти на создание клеточной массы. Мы с вами только меняем, да? Мы с вами не растем не ввысь, ну, вширь можем расти, если себе позволяем дышать и кровать. А с точки зрения ребенка, он каждый день растет. Мы просто можем не забить. Но вот фазы роста, которые сейчас я вам покажу, это про это больше говорили. Ну, про это тоже говорили, да? Адекватное питание до года очень важно, потому что в этом случае закладка вот именно особой до головы идет, с точки зрения мозга. А избыточные калории, смотрите, жир мы можем накопить уже в первый год жизни, если даже мы родились нормальным количеством жирового клея, такой ребенка. Смотрите, рост для развитых детей. Видите, вот главный у нас с вами. Временный интервал. Единственное, что у нас может быть, различаться немножко по времени, девочки немножко раньше, мальчики немножко позже. Ну, это основное правило, которое также может иметь исключение. И видите, насколько калорий надо больше, на килограмм массы. И поэтому ребенок должен ездить. Мы не можем есть как ребенок, мы столько не тратим. А детям мы должны, но эти калории должны быть здоровыми. Они не должны состоять из просто, из жирного, сладкого. То есть это не пирожное, не мороженое. Этот продукт может быть, но основа должна быть. Это первое, второе, это мясо, это гарниры, это овощи и так далее. Успели? Вы первого можете вернуть? Я бы. Да, это предыдущий. Да. Вот этот? Нет, еще одно. Еще одно. Вот этот. Сейчас. Изменение роста и миссия – это динамик года? Да. Все дальше. Спасибо. Для предыдущего. Вы смотрите, когда у детей тоже есть разница. Вот по школьной программе вы, наверное, тоже ощущаете, особенно у кого идет уже второй ребенок в школу. Да? Есть классы, где вот, по крайней мере, когда мы учились, да, основные были пятый, шестой, седьмой. Когда вся база, которая пойдет потом в ЕГЭ, дается именно в этом возрасте. А в этом возрасте очень часто мы за ними перестаем смотреть. То есть, как ребенок уже прошел в школу, мы за него уже как уверены, да, мы его немножко отпускаем от себя. Не только с точки зрения питания, но и с точки зрения умственного развития. Если мы замечаем, что кто-то что-то не успевает, вам в это время нужно это состояние поймать. И здесь вот дефициты очень важно исполнять. Если вы видите, ребенок стал более нервным. Так? Здесь тоже группа Витамин В. То есть, по большому счету, если вы за ним смотрите, изменение поведения, это не только капризы иногда. Например, щитовидка, как влияет на нашего ребенка, да? Ребенок хочет спать. Он стал любимым. Мы его ругаем. Мы его, ну как, заставляем что-то делать. Видим, думаем, что он каприоничит или не хочет что-то делать. А возможно, у него диага в щитовидке. Возможно, недостатки йода. Тем более, если у нас с вами по русскому связи был недостаток. У кого-то есть, даже у мамы может быть диагноз, и она может пить сама литероксин, а у ребенка почему-то не думать, что это может быть. И в этом случае, если ребенок какое-то поведение, в этом случае, первое, о чем вы думаете, нужно обязательно смотреть, чем мы его кормим. Потому что это база. Это основа. Это и раньше, мы всегда говорили, да? Потому что у нас все-таки медицина в России профилактическая. Но на данный момент, вы знаете, да? Едой можно лечить и аутистов в том числе, и приводить их более-менее в порядок. Единственное, что это тяжело, долго и достаточно долго в нашей жизни, потому что там нужны все продукты, которые вот вырастили прямо при вас. Не химические, не технологические отработки. С точки зрения вот это, пожалуйста, тоже посмотрите, почему я это даю. Некоторые, ну, я всегда здесь считаю, лучше все-таки перестраховаться. Ребенок начинает волнеть. Пока с 3 лет, все нормально, но мама уже волнуется, тем более, если это девочка. И тем более, если это мальчик, который начинает в школе, и он уже начинает страдать, она боится, что-то вдруг не то. А вдруг у нас сахарный диабет, а вдруг у нас ожирение. В этом случае, видите, у нас с вами идет поэтапное. Сначала увеличение веса. Не рост и вес, а наоборот. Сначала вес, потом рост. Нам нужно с вами набрать энергию. То есть вот эти жировые клетки подкожные, они в последующем дают энергию для того, чтобы ребенок подрос. Поэтому, все-таки, не все полноватые дети больны ожирением. И в этом случае, конечно, лучше прийти, посмотреть. Да? Мы можем анализы сделать, чтобы не упустить что-то. Я всегда раздеваю, осматриваю. В этом случае, у меня всегда есть аппарат. Состав тела надо посмотреть. Внутри надо посмотреть, какая мышечная масса. Какая жировая масса. Идет ли превышение чего-либо. И тем более, смотрите, мы всегда еще забываем породу. У нас есть, например, первый и второй ребенок. Мы сравним его почему-то здорово по первому. Первый все нормально, никогда проблем не было. А у второго почему-то вес идет. Но дело в том, что генетика-то другая. Один может больше в папину сторону, другой может быть в мамину сторону. Вы здесь не смотрите визуальное сходство, да? Порода. Вы даже можете по руке у ребенка посмотреть, что у старшего, что у младшего. В этом случае кость, порода. Имеет значение. И эти дети потом вырастают, все нормально. То есть в детском возрасте наша задача врачей не похудеть, как у взрослого человека. Вообще слово такое не совсем хорошее слово худо называется, да? Здоровьем заняться. В этом случае нам важно остановить процесс роста. И посмотреть, что у человека есть. И соответственно, когда он это контролирует, все нормально, но анализ обязательно проверять надо. Но чтобы лишний раз не валяться, и в этом случае, если немножко он полноват, и вдруг ему запрещать начинают. И дело в том, что мы с вами только обратную реакцию получили. Если мы будем запрещать, он будет потом прятаться и есть. И есть такие дети, к сожалению. Они прячутся. И обратную сторону. Если кто-то куда торопится, можете идти, ладно? Если надо заканчивать, я могу заканчивать. Сейчас кушу. Слушаю дальше. А что, нет? Прячется и кушает. Вот я декорала. С точки, да, обратный реакция заключена. Потому что, если бы сегодня запретили, а, прячутся, прямо плачут, а, все, не надо отвлекаться. Обратная реакция. Тоже сейчас пациент очень сложный. Девочка. Ну, с мамой она, естественно, пришла. Она ест всегда отдельно. И мама почему-то по этому поводу не беспокоится. Она клятвенно меня уверяет, что она точно есть. У ребенка уже анорексия. Первая сторона. Ребенок очень низкий по весу. Сразу первый вопрос. Естественно, вы едите вместе? Нет. Не едите. Я говорю, почему? А она берет тарелку, уходит, у нее там дела и питали. Так делать нельзя. Если ребенок уходит от вас, значит он не будет есть. Он будет прятать еду. Мама даже не представляет, как еда наносится из дома. Дело в том, что, вы знаете, вот эти хитрости, это борьба за существование. Это определенная психотипричность. То есть, если ребенок каким-то образом немножечко по-другому ведет, не надо к нему сильно приставать. Надо понаблюдать. Возможно, какие-то психологические проблемы. Что переедание, что недоедание очень часто связано с недостатком внимания. В любом случае. Это опять же, когда мы генетику делаем, мы это все видим. Я визуально, конечно, это могу предположить. Но дело в том, что у нас у всех разные духовные системы. Вы, наверное, тоже в окружении посмотрите. Но кто-то прям живче, сам себе оптимист, сам себе психолог, а кто-то постоянно немножко депрессивный. Чтобы ему получить эмоцию, ему нужно, не знаю, чтобы его похвалили, гранту дали, премию дали. А обычные радости жизни ему сильно не доставляют удовольствия. И вот в этом случае голова-то разная. И если у ребенка уже это начинает развиваться, это в основном подростковой возрасте начинаются вот эти проблемы, кто-то до 150, у меня таковые, есть в 14 лет, добираются, да? А кто-то остается в 34 кг, когда оно прямо скармливано, как людей после операции, у которых кишечник остался 20 см. есть специальная смесь. Но опять же, знаете, с точки зрения практики снизить вес всегда легче, чем человека откормить. Потому что там уже голова больше. А теперь вот смотрите, разрешите, я вам покажу достаточно серьезную информацию. Если, смотрите, что я вам могу сказать. Вы можете сейчас, и это ничего не фотографировать. Почему? Ну плохо будет, да? Ведь в телефоне это будет плохо видеться. Если у вас интерес есть, я всегда могу послать примерный ДНК, Любому. Мне никогда не жалко, потому что прежде чем что-то делать, человеку нужно показать, что он может получить в итоге. Сейчас просто я вам хочу сказать, вот самый современный метод знания с точки зрения кинетологии, в первую очередь, с точки зрения здоровья, с точки зрения продолжительной жизни, это всегда знание своей генетики. В своей практике я достаточно долго выбирала, с какой лабораторией работать. Мне, например, не интересны тысячные гены. Вот смотрите, вы получите тысячу ген, или сто генов. Что вы там будете разбирать? Вы забудете. У меня есть люди, которые 8-12 генов сделали, каждый раз я им напоминаю, что у них генов написано. Хотя у них есть папки, все, да? То есть человек воспринимает информацию, на которую может повлиять. Если мы с вами знаем миллионную, там, долю опасности какого-то заболевания, мы будем на нее обращать внимание? Не будем. А зачем за это платить деньги? Правильно? Поэтому здесь я выбрала именно те гены, на которые мы можем влиять. Вот смотрите, сейчас диабет очень широко распространен, поэтому я с него и начинаю. Смотрите, здесь вот буквами иностранными написано 4 гена. Отвечают за формирование сахарного диабета, за опасность. Когда мы с вами делаем ДНК, имейте в виду, это не страх, это не с целью делать, чтобы испугать человека. Дело в том, что мы должны познать свой организм, соответственно, как не совсем правильно постелить соломочку, да? Но дело в том, что пользоваться своим организмом нужно правильно. Мы биологическая машина, мы хотим дома дожить, со своей головой, со своими мышлениями правильно, но не хотим уметь серьезные, что-то заболевание, которое не лечится, поэтому мы можем это предусмотреть. И если у нас есть какая-то опасность, мы можем с вами регулировать таким образом мацио, и, соответственно, сублементы пить, да? Есть люди, которым нужно пить, например, омегу пожизненно. И даже дозировки мы выбираем. Есть такие люди, да? И, соответственно, у нас все будет хорошо. Вот смотрите, здесь 4 геноопределения. Из них 2 и 3 есть риск. То есть в этом случае выявлен полиморфист. Видите вот эти буковки, да? Эти буковки имеют, ну как, я так всегда объясняю, генотип. То есть есть 2 нарушения, одно нарушение. Проценты это 2 и 3. У нас с вами повышенный лист, поэтому у этого человека, из 4 генов, если мы посмотрели, и 2 мутированные, у нас есть риск развития сахарного диабета. Дальше, если мы это видим, у нас есть риск. Но здесь я вот примеры не поставила, в последующих будет примеры. Дело в том, что там сразу описывается, чего бояться, чего не делать, наоборот, чего делать, какие продукты выбирать, каким образом себя вести, какие анализы делать и зачем следить. Метаболизм витамина D. Знаете, это тоже такая интересная вещь. У меня есть пациенты, которые зимой уезжают в жаркие страны. В жаркие страны, проводят 2-3 месяца, приезжают и удивляются, отчего у них витамин D не был. То есть и там тоже бывает меньше 10, вы знаете, да? Норм у нас в России от 30 до 100. Кто-нибудь знает? Вы проверяете свой витамин D? Сейчас это достаточно модно, уже пошло, но это очень хорошо. Его можно проверять. И в этом случае это очень хорошо. Единственное, в последующем тоже могу объяснить. Разные лаборатории делают разными методиками. И здесь тоже нужно выбирать. Более точно это все-таки ИХА, а не ИФА. ИХА. И мы с вами должны хотя бы довести его до уровня 40-50. Мы будем жить хорошо, потому что витамин D для взрослого семьи это противонкологический эффект. Мы не будем его 150 делать. Но витамин D для ребенка, для взрослого, для пожилого это очень важная вещь, потому что он работает как гормон. Он нужен любой клетке. Что хотели? И в этом случае, я тебе пример могу сказать, я его держу на уровне 80. Мне это нужно. Но дело в том, что я это чувствую. Хорошо, вы просто видите, у нас есть классическая медицина, у нас есть стандарты. Так ведь? Но дело в том, что мне повезло, у меня работа такая, я могу работать без стандартов. Я работаю по современному пути к превентейджу. То есть это в последующем можем тоже обговорить. Витаболизм витамин D. Если высокая плотность рецепторов у этого человека, может витамин D впитываться из еды. Ему это будет достаточно. И если на солнышке он даже некоторое время будет, у него будет хороший результат витамин D. А этому человеку, у которого вот этот рецепторный аппарат не работает, ему нужно пить. И пить. И пить тоже есть людям, которым нужно 5000 мл. Международных единиц, пить ежедневно на протяжении всей своей жизни. И соответственно, и в возрастном состоянии эти заболевания мы с вами не получим. А это когда лучше пить? Витамин D? Вот смотрите. Здесь тоже такие вещи есть. Опять же индивидуально. Просто я объясню. С точки зрения метаболизма, кальция в том числе, особенно в пожилом возрасте, в возрастном состоянии. Мы выпьем вечером, потом кальций. И в этом случае мы подготавливаем организм, соответственно, кальций у нас не вымывается. По сути, дело вечером. Но витамин D, тем более в большей физировке, когда мы его поднимаем, он имеет такой эффект немножко взбудораживающего. Если есть нервные люди, он активность дает. Люди с высоким витамином D, они с утра встают, они активные, они не вялые. В этом случае, если есть такой эффект, то вечером мы не едим. Мы утром. Но вот на данный момент, я утром его пью. После еды. Витамины вы знаете. После еды с небольшим количеством воды. Если вечером, пожалуйста. С точки зрения кальция, метаболизма, это все-таки лучше вечером. С точки зрения витамина B12. Очень сложный витамин. Просто так витамины B мы не пьем. Это достаточно опасное занятие, имейте в виду. Не все анализы, которые в крови показывают правильный результат. Кровь это такая хитрая субстанция. До последнего в крови все будет нормально. Организм может уже иметь какие-то недостатки на клеточном уровне, а в крови все будет нормально на последнем уровне. Вот, например, гемоглобин. Гемоглобин бывает 110, а ферритин уже 5. В этом случае уже говорим о том, что мы уже анемию имеем. С точки зрения витамина B12. Животным продуктом только мы наполняемся в организме этим витамином B. И теория. Если у нас есть какие-то мутации в гене, в этом случае нужно его пить. Его нужно проверять. Опять же, все написано. Что делать, когда делать, как часто делать. Но дозировки, естественно, мы подбираем индивидуально, и это только случайно. Какие продукты нужно есть, если у нас с вами есть дефицит, да? Но в любом случае, одними продуктами B12 тоже иногда не получается. Иногда используем обязательно таблетки. И видите, витамины B, вся группа, особенно B2, в том числе его редко с питанием мы можем получить, это очень важные витамины, которые дают хорошую работу в генерной системе. И наши спокойствия в том числе, и быстроту реакции в том числе, и витамины B мы с вами теряем, потому что это не жиловостворимый витамин. У нас опасных нет, и мы каждый день его должны наедать в том числе. Вегетарианство. Вот я об этом говорила. Раз, два, три, четыре. Видите? Четыре гена, которые за это отвечают. Первый. Видите, касло, это вот как раз то, что отвечает за витамин B12, за его усвоенность. Второй. Это отвечает за то, что витамины B12, прокаротин, если, например, с морковки, может в организме преобразоваться в активный витамин A. Если здесь есть проблема, опять же, вегетарианство не получится. С морковками витамин A никогда не получится, если у нас есть генные проблемы. С точки зрения третьей. С точки зрения третьей. Опять же, витамин D в животном по расхождению. Третий жирный кислород. Это усвоение омега-3. Видите здесь? Один хороший, другой плохой. Один хороший, другой плохой. Что мы получаем? Здесь все объясняется. Значит, вегетарианство возможно при условиях таких-то. Это нужно убрать, это нужно есть. Если человек все-таки все убирает, мы в этом случае смотрим, какие анализы нужно делать. Если человек какие-то симптомы высказывает, да, то есть какие-то проблемы, самый главный в дефицитах нужно правильно сказать врачу, что ты чувствуешь. Если ты хочешь получить помощь правильно, смысл замалчиваем. Надо сказать, что ты ощущаешь. А человек уже с медицинским образованием просто включает свой голову, сопоставляет ваш вид, ваши параметры, ваши анализы соответственно вам дают абсолютную рекомендацию, которая вам поможет жить долго и без болезни. Подождите. А? Назад сделайте, пожалуйста. Назад сделайте. Вопросы есть какие-нибудь? Все, спасибо. В осталось, вы можете посмотреть все на сайте Тонара. Хорошо? Или по ценам отдельно. У меня груднички делают взрослые. Есть проблемы для детей, да? Но я всегда говорю, до шести месяцев не имеет смысла. Я в год прошу привезти детей. Это безболезненно. А мы не делаем кровь. Я работаю в Новосибирской лаборатории. Это очень качественная лаборатория. Матинетик называется. Так, и вы видите сразу, да? Подходит вегетарианство. В каком виде? Какая еда? И все это написано уже в этом отчете, который человек получает. Здесь специально сделала такую вещь. Мы от детей требуем очень много. И все это делаем. Дело в том, что, смотрите, есть физические показатели. Есть какие-то спортивные секции. Если вы планируете ребенку, чтобы он в олимпийских играх участвовал и так далее, и хотите, чтобы он всю свою жизнь посвятил спорту, нужно обязательно делать дымка. Почему? Чтобы потом не рушить жизнь ребенка. А у меня таковые примеры есть. Занимаются только атлетикой и так далее. Начинают с пубертарта. Ну, вы сейчас видите это в телевизоре и в этом. Как его? Фигуры питания в том числе, да? И, соответственно, есть показатели спортивной скорости, есть показатель выносливости. Один и тот же человек не может меня поучить в спринте и в марафоне. Правильно? И поэтому нужно соизмерять возможность вашего ребенка. Представляете? Если на него вкладываются деньги, его возят куда-то, да? Соответственно, сначала есть результаты, а потом новые результаты, платы и не дают. А спорт высоких достижений, он же такой грубый. Они же не будут держать ребенка из-за этого. Тем более, ваши деньги тратите. Вы не захотите, да? Если результатов нет. В этом случае, если подразумевается работа, все-таки вот такая спортивная, да? Так же, как дети, например, занимаются музыкой, да? И здесь тоже самое. Просто здесь более ответственно. Потому что у меня в практике есть несколько таких человек. Все, их отбросили. Психологические проблемы. А человек, тем более девочка, да? Который достигал, у нее вся жизнь была в спорте. Сейчас этого спорта нет. Она, во-первых, есть начинает и психологические проблемы. И там сразу нас ожирение ждет. Потому что все-таки они как машина работают, работают на мышце. А только машина останавливается, потом жир у нас растет. Поэтому, видите, здесь много скорости. Здесь очень, ну как, очень много. В пределах 8 гелев определяется. И мы сразу видим, какие есть красные показатели. Есть ли у нас проблемы с гипертрофией сердечной мышцы. Слышали об этом когда-нибудь? Если у нас есть генетические дефекты. И если у нас ребенок занимается иммунитивно. И гипертрофия этого мышца сердца не замечает. Это может быть внезапная смерть. То есть в этом случае тоже очень важно, да? Если у нас интенсивные нагрузки. С точки зрения физических нагрузок, это вот бег. Это борьба. Это же, видите, борьба это не интенсивная нагрузка за в длинное время, да? Видите? Это хоккей, это футбол. Вот здесь нужно обязательно смотреть выносливость и возможность вот этих гипертрофий. В общем, здесь тоже общая информация. Если интересно, я вам могу блоком потом высловить с точки зрения, что касается спорта. То здесь все обследуется и, соответственно, дается результат. Видите, здесь предрасположенность к умеренной гипертрофии миокарда при физических нагрузках. Этого ребенка, если мы это видим, да, мы обязательно должны следить за ЭКГ, соответственно, за сердцем, контролировать его. Если вот рост мышцы идет, мы уже за этим смотрели. То есть в любом случае, каждого человека нужно разбирать все-таки индивидуально, чтобы понять его резервы, его возможности и, соответственно, ему помочь. С точки зрения правильного полноценного питания. Но это мы с вами уже по большому счету поговорили. Так ведь? Самое первое – это нужно подружиться с ребенком, нужно писать пищевые дневники, разбираться. Нужна информация. Нужно понять, почему это нужно и есть что. Ребенок очень хорошо ловит информацию. Вы знаете, ну, я могу сказать, у меня получается дружить с детьми, я с ними разговариваю как взрослыми. И иногда я отдельно разговариваю с ребенком без мамы, чтобы понять, какие привычки, что секреты их не выдаю. Естественно, чтобы дружить, надо секреты держать. И, соответственно, мы потом с ними общаемся. Если хочется что-то вкусное, но нельзя, это тоже можно. Только можно дома приготовить немножко все по-другому. И это будет более-менее безопасно. С точки зрения адекватной физической матроски, ну, это естественно, да? Если, и ребенок тоже понимает, он прыгает-бегает, значит, он может есть. Если он не прыгает-бегает и лежит, как телевизор или даже читает хорошую книжку, пусть он отличник на лосьонку будет лежать. Эти калории, которые он есть, да, голова получит, но в остальном будет складываться подкожно-жировой плечак. И в последующем, если даже он хочет побегать, он уже этого не сможет. И на физкультуре будет последним всегда, когда мы уже катаемся. Поэтому, самое главное, пример мы должны показывать сами. Если у нас в семье, знаете, всегда, не надо воспитывать ребенка словами, надо примерами показывать. Дети всегда очень любят своих родителей, они их уважают. И очень классно, когда они вырастают и 18-20 лет еще нас не стесняются. Это классно. Значит, мы что-то сделали в этой жизни. Значит, с нас можно брать пример, правильно? И тогда у нас всегда будет другое. И всегда будет здоровье. И здесь, видите, такие хорошие детки. Мы так их ждем. Мы так не готовимся. Тем более в нас все время достаточно серьезная проблема, как оказалось, да? Сочарать и родить здоровье дитя. Поэтому мы всегда должны быть ответственными. И перед, и особенно после, когда он у нас появляется. И наша задача все-таки помогать нашим детям. Потому что без нашей помощи ничего не получится. Правильно? И я вам желаю здоровья вам. Вашим детям. Чтобы жизнь у вас была никогда не омрачена. Никакими заболеваниями. Пуэзер всегда вылечивается. Грипп тоже пройдет. Ничего страшного нет. Самое главное, здоровый человек никогда не будет болеть просто так. Если ЧПДшники, если каждый квартал вы болеете, значит вы что-то не то делаете. И с точки зрения иммунитета, нам прощали, могу сказать. Иммунитет не надо стимулировать. Будьте аккуратны. Есть препараты, которые очень сильно стимулируют иммунитет. Мы можем с вами добиться. А вот именно заболевание. Надо пить адаптогены. И то. Нужно тоже подбирать. Знаете, сейчас очень много информации. И некоторые люди приносят ко мне вот так вот банки, банки, банки. Надо ведь разумно подходить к добавкам. Нужно и курсами пить. Одни пропили, другие пропили. Некоторые добавки друг другу мешают. Некоторые лекарства, которые пьете, не дают этим добавкам сосаться и получить пользу. В этом случае вы иногда тратите просто так деньги в пустую, а иногда вредите себе. Поэтому надо подбирать для каждого свое. Адаптогены – это не иммуномодулятор. Адаптогены – это типа маточного мурачка. Немножечения. Это может теплокриться. То есть такие добавки тоже есть. Тоже нужно разумно использовать. И, пожалуйста, всегда смотрите дозировку. На тех стартах, которые мы с вами закажем, дозировки очень большие. Надо понимать. Да, мы используем врачи, дозировки большие. Так же, как в Томиде написано 2-3 капли. А мы назначаем, например, 14 капель. Я больше 14 не назначаю, если мы работаем в России. И, соответственно, нужно принимать какую-то дозу для профилактики и лечения. Если вы покупаете для лечения, то вы получите обратный результат. И, возможно, даже очень опасный для вашей жизни. Тем более, если у вас есть проблемы с вентилированием. То есть, вот эти добавки, они очень такие классные. Но нужно знать когда, что, с чем, кому и сколько. Приятно было со мной пообщаться. Очень приятная аудитория. Можно, пожалуйста, с какой-то материалом? Да, можно сказать. Да, можно сказать. Аглова внести. Аглова внести. Аглова внести. Аглова внести после еды. После еды. Да, с автекабель. В зависимости от того, сколько вы пьете. Потому что есть кардиологические дозы. И прием иногда по 8 грамм. О tai небо. Та кому такие… Нормальные, тихо тихо. И тихо тихо тихо.